МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Стать богатым сложно, но можно. И многие думают, что богатство – это только деньги. Но это еще и воля к победе, и вера в себя, и постоянный труд. Определить, что мешает, а что помогает процветанию, мы попытаемся сегодня в нашей программе. Тема «Как стать богатым». АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Как обычно, в начале программы я представляю гостей и экспертов нашей студии. Радиоведущая Алиса Шер. Здравствуйте, Али. АПЛОДИСМЕНТЫ Президент промоутерской компании, бизнесмен Михаил Шурыгин. АПЛОДИСМЕНТЫ Журналист, писатель и телеведущая Светлана Конегин. Света, я рада вас видеть. АПЛОДИСМЕНТЫ И психолог Алексей Пятюков. АПЛОДИСМЕНТЫ Наша героиня делает только самые первые шаги в настоящем, большом и, главное, собственном бизнесе. Когда-то она получила музыкальное образование и даже некоторое время работала по специальности. Но потом грянул дефолт, произошли какие-то сложности и пришлось искать новых путей, не слишком легких. Встречайте Ирину. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Ирина. Проходите, пожалуйста, садитесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Какие не слишком легкие пути вам пришлось искать после вашего музыкального образования? Работала парикмахером, работала флордизайнером, администратором в медицинском центре. Вы окончили консерваторию? У меня дирижерское хоровое образование, я по профессии дирижер хора и преподаватель. АПЛОДИСМЕНТЫ Дайте поаплодирую. АПЛОДИСМЕНТЫ Тасовка, как карта этих профессий, она к чему привела? Я занимаюсь организацией мероприятий. А как вы на это вырулили-то после всех многочисленных поворотов вашей нелегкой судьбины в столь молодом возрасте? После вот этих проб различных я стала работать в одной большой компании личным помощником президента этой компании. Я сопровождала его по его делам. Занималась какой-то координацией рабочих моментов, бытовых. Графики всякие, встречи. Встречи, поддержка в трудных ситуациях. Вы как бы связующая звено между ним и миром всем остальным. У вас была приличная какая-то зарплата, да? У меня была неплохая зарплата по тем временам. Но опять-таки она все равно меня не устраивала, потому что у меня не было свободы. Я все время была подчинена его задаче. За время работы, так как он был человек достаточно публичный, у него происходило много мероприятий, которые, естественно, организовывала я. Накопились какие-то связи, контакты. Люди стали узнавать о моих каких-то успехах, таких вот небольших, но стали узнавать. Я имею в виду близкое окружение. Я в один прекрасный момент подумала, почему я не могу заниматься тем же самым, но только самостоятельно. И деньги ни с кем не делить? И деньги ни с кем не делить. Ир, ну и следующим шагом что вы сделали? Я уволилась. Зачем работать на чужого дядю, когда я могу работать на себя? И я организовала фирму, зарегистрировала. И стала продолжать ту же деятельность, но только самостоятельно. А у вас получается это? Я думаю, что получается. Алёш, вот скажите, почему так получается, что люди, некоторые говорят, я больше не хочу работать с кем-то и делить деньги, или работать на чужого дядю, и тоже дяде не хочу отдавать свои связи, мозги и так далее. И после этого, значит, пути два. Некоторые эту мысль благополучно оставляют, а другие начинают действовать и действительно добиваются чего-то. От чего это зависит? В первую очередь это зависит, наверное, от психологического типа человека, а также от умения и готовности рисковать. Есть такие вот хулиганы по жизни, которые от рождения... И посмотрел на свет. Нет, на самом деле психологи нам постоянно объясняют, что наш успех или неуспех, наше богатство или наша бедность, они в первую очередь находятся не в нашем кошельке, а в нашей вместительной головке. Ну, судя по скромности моих сбережений, моя головка не так уж и вместительная. Но все-таки самое главное, что не мы выбираем профессию, а профессия выбирает нас. Дирижер Хоровик. Дирижер — это тиран по определению, это психологический тип диктатора. Не может и не сможет никогда работать по чьим-то началам. Олег, а вы тиран по определению? Да нет, не тиран. Мне вообще кажется, что богатство у мужчин и женщин, да, и обретение его, да, это совершенно разное. Ну, расскажите. Ну, мужчина по определению должен быть богат, мне кажется. Ну, во всяком случае, обеспечен. И он должен стремиться к этому. И своего сына я воспитываю так, и воспитывали мы, что мы всегда говорили, что ты должен обеспечивать семью. Ну, то есть уметь зарабатывать деньги. Что касается женщин, есть два способа. Либо ты обретаешь себе мужа, да, который предполагает уже какой-то достаток. Неверная эстезиа такая. Либо ты понимаешь, что ты хочешь от этой жизни и начинаешь заниматься. Если это тебе не приносит деньги, но не приносит. Вот это «либо» мне очень нравится. Значит, надо было сказать. Либо ты берешь этого мужа, даешь ему хорошего пенделя. А ты наконец-то начинаешь заниматься. И он стремится к богатству. Дама, я романтично сейчас рассказываю, как это может быть. А ты романтик. Ну, вот сейчас мне захотелось быть романтикой. Ты тоже не родилась радиоведущей. Я знаю, что тоже было много разных дел. И магазин был, и бизнес был. И каким образом вот все это вырулилось-то? Знаешь, смотри, я 10 лет проработала радиоведущей. Потом мне показалось, что я совершенно спокойно могу уйти в бизнес и заниматься. Я была управляющей рестораном, потом я была управляющей мебельным салоном, занималась текстилем. Это происходило 7 лет. Да, я получала хорошие деньги. Мои коллеги все продолжали двигаться по этой стезе. Я в какой-то момент поняла, что я не могу больше так жить. Мне не нужны эти деньги, мне не нужен этот бизнес, мне ничего не нужно. А вот смотри, а в бизнес-то тебя повлекла все-таки все та же страсть к стяжательству и на жизни? Ну, в общем-то, мне казалось, на тот момент все на радио зарабатывали меньше, чем я зарабатывала... В бизнесе? Да. А что из бизнеса тебя вытолкнуло тогда? Я не могу общаться с людьми, когда ты понимаешь, что тебе что-то от них надо. То есть я совершенно не могу вести вот такой образ жизни нетворческий. А разве бизнес — это не одна из форм творчества? Это не моя самореализация. То есть я пошла не туда, куда надо, но это методом проб и ошибок. Я поняла, что мое место на радио. Пусть мне за это будут платить небольшие деньги, но я сделала такой поступок сейчас, и мне уже за 40, и я взяла, отказалась от всех денег. Да. И я ушла на радио. Алис, ты не расстраивайся. Пусть тебе платят небольшие деньги, но зато народная любовь тебе обеспечена. Компенсирует это, да. Миш, а вы с чего начинали? Вот расскажите. Моя дорога похожа некоторым образом на дорогу сегодняшней героини. Ну, по большому счету, шоу-бизнес — это работа дирижера, потому что все равно руководишь некой массой. В данном случае, вот тот замечательный человеческий материал, который увидишь на каждом концерте, по большому счету, ты строишь его вместе с артистом. Это что-то, ты чувствуешь себя частью этого творческого процесса. Михаил, а вы с чего все-таки начинали? И что было сложнее всего для начала? Вообще, я преподаватель английского. Начинал с преподавания, и преподавание дало понимание того, что заниматься этим всю жизнь не могу, и нужно найти какой-то способ чем-то заинтересовать себя в коммерческом плане. Михаил, преподавание — это прекрасно, но это не имеет никакого отношения к концертам Мадонны, которые вы организуете решительно. Концерт Мадонны, он был всего-то год с небольшим назад. До этого дошли еще долгой дорожкой. Начинал я в концертном плане с клубной жизни. Был маленький клуб. Тогда, в общем-то, он был достаточно большим, «Голливудские ночи». Сейчас, может быть, уже появились большие площадки. Где я тебя видела? Вот мы там делали на «Радио Модерн» программу. Там была студия «Ностальжи», и там открытая студия была. Несколько радиостанций, все они уже не существуют в настоящий момент. Вот этот клуб стал толчком в развитии шоу-бизнеса и в моей жизни, и, собственно, в Петербурге многое сделал. Ну вы-то как туда затесались? А английский помог. Английский язык – это очень важный момент для любого молодого человека – знание языка. Потому что это то, что тебе откроют дверку, даже если у тебя нет конкретных профессиональных знаний. Ну мне вот, например, английский язык не помог ни в одном бизнесе. Я как вот говорю по-английски, так и говорила. Ну дверка-то не открылась. Хорошо говорите. Да? Ну, значит, нашли себя в чем-то другом. О, благодарю вас, Михаил. Я чувствую, что вы вряд ли. Я хотела бы обратить внимание на эти слова Михаила о том, что он действительно любит процесс преподавания, но надо семью кормить. Вот на самом деле мы очень любим говорить о том, что деньги – это для кого-то это власть, для кого-то это свобода, для кого-то это наслаждение, но мы очень редко вспоминаем о том, что деньги – это в первую очередь ответственность. Это ответственность, это груз, это тяжесть, требующая колоссальных внутренних психологических и энергетических инвестиций. И очень немногие с этим грузом справляются. Справляются, да. И как раз вот подхватываю паз данной Светланы. Деньги любят энергичных. В психологии, в глубинной психологии деньги символизируют внутреннюю энергию психики человека. Вопрос ответственности, как ходят денежные потоки, вопрос бюджета – это вопрос жизни и смерти. Это очень серьезная вещь. Дорогие зрители, среди вас есть энергичные люди? Да. Поднимите руки, кто считает себя энергичным? Будете богатыми все! Ир, а в вашей работе самое трудное вот сейчас что? А я вот сейчас слышала, что говорила Светлана, и как раз думала о том, что это действительно эта ответственность, безусловно, да, если раньше можно было переложить что-то на кого-то, позвонить, сказать… Ну, опять же, на шефа, да? Да, да. Позвонить я заболела. Сейчас такого понятия нет. Мне в свое время сказали такую гениальную фразу – болеть – это непрофессионально. И я понимаю, что я не могу расслабиться. Я должна все время развиваться, я должна все время учиться, я должна все время смотреть, слушать, бывать. Заболеете, если не будете уметь расслабляться. Ира, а у вас тяжелый график, вот, жизненный? Периодами. Я стараюсь всегда в себе культировать чувство уверенности в том, что у меня будет все. У меня будет следующий проект, у меня будет каждый следующий проект интересе предыдущего. А какой был первый? Это был такой летний выезд на природу. Это была крупная компания, там, порядка 120-130 человек. Как вы организовывали это все дело? Быстро организовывала. Потому что была задача поставлена за две недели, до начала этого всего дела. И вы за две недели написали сценарий, написали программу, поделили людей на группы, на команды, и 120 человек под вашим чутким руководством встали воспитывать себе командный дух. Ну, практически так. Я занималась и разработкой этой концепции, именно для них, потому что задача была поставлена сложная, нужно было удерживать людей целый день. Но все хорошо прошло? Да, все прошло успешно. И, в общем, я немножко гордилась собой даже. Давайте поаплодируем. Это так важно, когда человек с собой гордится. Какие-то выгоды вы получаете сейчас от своего положения? Я не думаю, скорее, о выгодах. Я просто заметила, что уровень, безусловно, изменился. Уровень магазинов, которые я посещаю, ресторанов, путешествий, подарков, которые я дарю своим друзьям, фитнес-центров. Ну, то есть вы стали лучше зарабатывать, и другие слова. Да, я стала лучше зарабатывать. А вот если ты выйдешь замуж, и у тебя муж, например, будет хорошо зарабатывать, да? Ну, олигархом будет. Вот ты откажешься от этого бизнеса своего? Или это свойство твоей души вообще, твои стремления? Это же тоже очень важно. Я все-таки хотела бы продолжать свою деятельность, если я выйду замуж за олигарха, или не совсем олигарха. То есть тебе важно, чтобы у тебя был свой бизнес, да? Чтобы ты сама зарабатывала деньги. Да. Алексей, скажите, пожалуйста, если существует пресловутая психология богатства, о которой все говорят, и любимейшая это сейчас тема, то психология бедности существует? Безусловно, существует психология бедности, и более того, большинство людей хотят быть бедными и подсознательно стремятся к этой бедности. Это неправда. Между тем, что человек говорит, и то, что делает, очень часто большая разница. Это абсолютно верно. Декларируемые вещи – это одно, и то, что на самом деле человек хочет, это, конечно, совершенно другое. Совсем недавно у меня был клиент, который очень умен, очень способен, уволился из вооруженных сил, будучи офицером высокого ранга. При выборе неинтересное – высокооплачиваемое, неинтересное – низкооплачиваемое, выбрал неинтересную и плохооплачиваемую работу. Почему? Скорее всего, это очень трудно объяснить, как не может объяснить офицер, но при этом всю жизнь воспитанный в психологии, в мифологии, точнее, бедности, мы бедные, но честные. Это стало отражаться на его дальнейшем поведении. Лучше жить бедно и честно. Я могу добавить к этому. Действительно, Алексей абсолютно прав. Мы слишком малый путь прошли в освоении этой психологии богатства, потому что и мы значительную часть своей жизни провели, действительно, при другом режиме, и в другой эпохе, и уж тем более наши родители. Поэтому в нас нет этого опыта, грамотного выстраивания взаимоотношений с деньгами. Хотя, это то, что касается массового сознания, хотя некоторые наши с вами соотечественники за этот короткий срок успели завести с деньгами не только мелкие легкомысленные интрижки, но и укрепиться с деньгами в таком серьезном здоровом браке. Могу сказать совершенно конкретно для всей аудитории. Речь, наверное, идет не об отношениях с богатством, в широком смысле слова, размытое понятие, а об отношениях к деньгам. Давайте проведем аналогию. Психологи обожают аналогии. Друзья, знакомые отношения, интриги, брак. Есть друзья, которых мы готовы всегда встретить в любое время дня и ночи. Есть гости по необходимости, ну, родственники, например, когда там ждешь, так сказать. Есть гости, от которых там зависишь по каким-то причинам, влюбился, ждешь, придет, не придет. То же самое и деньги. Есть деньги, которые легко приходят, легко тратятся. Есть деньги по необходимости, кварт, плата. Это тяжело. И есть, от которых очень ждешь, которые должны вот-вот прийти, не приходят. Причем даже лучших друзей никому в голову не придет запереть в шкафу, чтобы доставать для общения по мере необходимости для общения. Деньги, как символ энергии, должны перетекать, должны работать. Мы к этому не приучены. Как бы мы ни относились к деньгам, сейчас я должна сказать, реклама на пятом канале. Не переключайтесь. Вот, например, тарелочка, на которой написано «Абрамович, Санкт-Петербург». Ну, я получила за это три копейки. Ты можешь прийти к нему и сказать, слушай, мне нужны деньги. Они до сих пор не утратили вот эту жажду купить подешевле и ухватить то, что выгодно. Это программа «Жизнь как жизнь». И мы продолжаем говорить о том, как стать богатым. Наш следующий герой шел к своему финансовому благополучию с пяти лет. При этом он никогда не ставил себе определенные задачи быть богатым. Он просто занимался тем, что ему больше всего нравилось. И преуспел. Встречайте Александра. Здравствуйте, Александр. Проходите, пожалуйста. Садитесь. Привет. В портфеле у вас наверняка деньги. Нет. В портфеле многие вещи, которые можно поменять на деньги. Я сейчас вытащу вещь, которым пользовалась, например, ваша мама. Да. Это всего-навсего такое вот. Это мигуди. Татьяна знает, да. Расскажите, как эти все прекрасные вещи имеют отношение к вашему финансовому благополучию? С чего все началось? Ну, началось с того, что я откопал в огороде у дедушки клад. Там всего-навсего были вот эти медные пятаки, петровские, да. После этого стал просто собирать все то, что вижу вокруг себя. А что вы стали собирать? Абсолютно все. Дело в том, что... Старые велосипеды, лыжные палки, утюги. Да, все это есть у меня, да. Я стал уже... Стиральные доски. Да, это есть тоже. Стал понимать, что все предметы, которыми мы пользуемся, они начинают уходить из нашей повседневной жизни. Их уничтожают просто-напросто, да. Ты какой-то коллекционер древности, что ли? Нет. Я собиратель, я старьевщик. Вот смотрите, у дедушки был клад, там были медные монетки. Вы их начали коллекционировать. А потом что произошло? Потом я начал коллекционировать машинки маленькие. Потом фантики. У меня не было привычки все это уничтожать. Мы обменивались, этот процесс шел. И вот постепенно он перерос в некую деятельность. Ну как он перерос? Я приехал в Москву на вокзал на Киевский, да. И приехал сначала к родственникам, остановился у них, но не стал их притеснять. Переехал жить на чердак. Да, на... Ну, воды не было, я ездил... Послушайте, такой романтик прямо. Москва в те годы представляла собой просто колондайк. А это какой? Какие годы? 92-й, 93-й, 94-й. Было очень много интересных людей. Вот вы мальчик из Брянска, приехавший к родственникам и переселившийся на чердак, где не было воды, еды, ничего. Да. Но в загашнике у вас были медные монетки, наклейки и фантики, которые вы собирали. Да. И что дальше? У меня был портфель. И портфель. Который я набивал старыми газетами и ходил по офисам, по биржам. Встречался с серьезными людьми. У меня был галстук, белая рубашка. А где вы ее стирали? Стирал на вокзале. Правда? Да, на Киевском вокзале я белый воротничок. Давайте поаплодируем этому человеку. Вы приходите в галстуке, в рубашке, постиранной на Киевском вокзале, к серьезному человеку. И что ему говорите? Я ему предлагаю те вещи, которые в этот момент были дефицитом. Например, видеомагнитофон ВМ-12. А у вас-то он откуда взялся? На Ленинском проспекте продавался. В то время 1200 рублей он стоил. А, то есть вы были фарцовщиком? Но с черного кода можно было купить за 1300. А у вас откуда была 1300 рублей? Ну, она образовалась путем покупки в комиссионных магазинах японских магнитофонов. И перепродажа тут же рядом, возле комиссионного магазина подороже. Это был самый модный бизнес тогда в Москве. Нет, он и сейчас самый модный. Купить подешевле, продать подороже. Это бизнес всех времен и народов. И это абсолютная правда. Я пока не вижу результата. Вот давайте дождемся результата. Сейчас до результата мы договоримся, да. Я думаю, что многие из этих людей, они построили свой бизнес таким же образом. Из каких из этих, Миш? Из тех людей, к которым он приходит и предлагает видеомагнитофон. Сто процентов, да. Они его чувствуют, они понимают, они таким же образом зарабатывали свой стартовый капитал. Поэтому они до сих пор не утратили вот эту жажду купить подешевле и ухватить то, что выгодно. Поэтому они его всегда примут. А вдруг он принесет что-то, что им потенциально интересно. Ну, и вы приносили что-то, вот как Миша говорит, что может быть потенциально интересно. Люди это покупали. Ну, не то, что покупали. Мы всевозможные договаривались о разных сделках. Да. Я входил таким образом в доверие к людям, но не обманывал. Вместе мы искали деньги на какую-то хорошую операцию, что-то проворачивали. Вот первая моя жертва, это пал Герман Стерлигов есть такой. Ну, он действительно, да, кажется, он сейчас перекочевал без штанов в деревню. Да, да, да. И пасет коров. Коров, да. И Герман-то как пал? Ну, я ему показал бронзовую пушку, фотографию бронзовой пушки. Сказал, что где она зарыта. Да. Мы поехали от Рыли, и вот он, первый покупатель был этой бронзовой пушки. Вот мы сегодня говорим про деньги. Да. Я так до сих пор не могу понять, вы человек состоятельный? Да. Скажем так, у меня шесть автомобилей. Четыре квартиры, домов, тоже четыре дома в Подмосковье. Я доволен своим положением, все, что у меня есть. И не тот богат, кто много имеет, а кто доволен тем, что у него есть. Скажите, а вы могли бы вот так, как Саша, мыкаться по чердакам и по станционным буфетам с целью что-то кому-то продать, кого-то во что-то вовлечь? У меня, на самом деле, не было такой ситуации, вот, острой. Но, в принципе, наверное, могла бы. Если бы, вот, действительно, возникла такая необходимость жизни и смерти, то, а почему нет? Мне кажется, что самое главное, это цель, да, вот я, точно знать, что ты хочешь от этой жизни. Если ты хочешь денег, да, тогда деньги у тебя будут, да, я так понимаю? Ну, деньги тоже нужны, да. То есть от того, что вы сильно мечтали об этом, или как? Ну, я все, всегда мечтаю о чем-то большом, светлом, красивом. Вот, ребят, вы говорите, я совершенно не понимаю. Наш герой, значит, всю жизнь торгует фантиками от жвачки, наторговал на шесть автомобилей квартиру в Москве. И при этом мечтает о большом и прекрасном. Я не понимаю, как это бывает. Только вы чем занимаетесь сейчас? Нет, о чем большом и прекрасном? Как картину написать, или что такое? Или слона выкупать, как говорит мой сын? Большое и чистое, это когда выкупать слона? Ну, хотя бы поработать в администрации президента, я все время прошусь туда. Да, а в администрации президента вы что будете делать? Ну, я ходил к ним несколько раз. Им тоже нужны подарки, у них своя жизнь там внутри происходит. Они очень мучаются, что у них все есть, и им надо что-то подарить такое, чего у них нет. А мне тоже очень часто обращаются за именно вот чем-то таким вот, что... Особенным. Да, особенным. Да, особенным. Саш, ну вы кто? Вот назовите себя. Я веселый старьевщик. Веселый старьевщик. Да, у меня ситуация уникальная совершенно, да. Деньги сами прилипают к рукам. Алеш, а что это за люди, которым деньги сами прилипают к рукам? Вот нет для того, чтобы заработать. Надо работать день и ночь, да? И то ни на что не хватает. А из шести машин у меня нет и не было никогда. И квартира всего только одна. Здесь психологическое объяснение таково, что у человека есть конкретная цель и очень сильная эмоциональная подпитка, которая называется интерес. Так он отказывается? Он отказывается признать, что цель есть. Он говорит, нету цели. Цель нематериальная. Цель здесь сформулирована веселый, в слове веселый. Веселье это проявление радости в жизни. Это точно. Деньги, они просто прилипают, а не то необходимое средство, чтобы купить, перекупить. Света, вы что-то хотите сказать? Мы с вами должны, безусловно, и немедленно подыскать уютное местечко, желательно в департаменте по внутренней политике. Я сделаю всех богатым. У меня для вас есть ревритетный автомобиль, мы не знаем, как от него избавиться, а у него героическая история. «Москвич 401-й», такой горбатенький, 60 какого-то года, но ревритетность только в том, что он стоял на Дворцовой площади во время концерта Джо Кокера, и там продавались VIP-билеты. Большое количество VIP-персон купил оттуда билеты. Я думаю, что вы найдете ему применение, готов вам его отдать. Сто процентов. Вот уже и клиенты. Возьмете? Возьмете, Саша? Сто процентов, да. Масса людей, которые обращаются ко мне именно по ревритетной технике. С вопросом, где же, где, спрашивают они, автомобиль, на котором стоял сам Джо Кокер во время концерта? Это очень важные вот эти вот исторические моменты. Каждая вещь, она должна нести в себе некую деталь, историю, да. Вот, например, тарелочка, на которой написано «Абрамович, Санкт-Петербург». Когда-то его предки были весовщиками, и вдруг он еще раз обратится ко мне. Катастрофа. Да, их две, да, на самом деле, весы. Одна со мной, а другая в укромном месте лежит, потому что, да, их надо две. А Абрамовичу вы что продали? Приезжали от него люди, которым надо было найти того, что у него нету. И вы нашли? Нет, ну, на самом деле, способ, вот, как говорится, что нужно мужчине, у которого все есть. Люди после долгих поисков, видя фотографию с каминоломи, выбрали ему железную тележку, такую тачку, которая раньше уголь возила где-то вот на казахстанских шахтах. Он же сирота Саптекара, он сам. Статьяна, могу добавить только одно, как делаются деньги. Продается не товар, продаются ощущения. Понимаете, когда говорят, райское наслаждение, сразу в голове баунти. Это тертое редиское, обритие кокосовой эссенцией. Райское наслаждение. Вот ключ к успеху, да. Я могу согласиться с Алексеем в том, что, действительно, на самом деле, для того, чтобы выстраивать правильно свои отношения с деньгами, для того, чтобы они были продуктивны и имели, действительно, так сказать, некое продолжение, для этого нужен не только труд, не только упорство, но, безусловно, некий особый талант и интуиция. Я знаю, например, одного очень известного в нашей стране бизнесмена. У него, вот, действительно, он явно обладает этой интуицией. Ты можешь прийти к нему и сказать, слушай, мне нужны деньги. Он спрашивает, сколько? Ну, предположим, три тысячи. Что он делает? Он, не глядя, запускает свою руку в папку или в ящик своего стола и достает сумму и кладет тебе. Это, действительно, оказывается, равнёхонько три тысячи. Вот что это такое? Особый дар? Действительно, интуиция или, может быть, особый род гения? Гения, да. Алиса, а вам удавалось когда-нибудь выстраивать гармоничные отношения с деньгами? Я и деньги? Это две вещи совершенно несовместительные. Она же вам уже так всё время думает. Алиса, это диагноз, это болезнь широких пальцев. Нет, ну подождите, вы книжки же пишете, книжки продавались. Я умрелась подписать так договор и на первую, и на вторую книжку в одном и том же издательстве. Поняла, что на первую подписала, что я ничего не получила. Да ладно? Но я туда же решила отдать и вторую свою книжку. Нет, ну вы человек с именем, и вы пишете о человеке с именем. Откуда я знаю? Я получила три копейки. И книжку прочитали все, по крайней мере, и мои знакомые все. Но я получила за это три копейки. Потому что я умудрилась так подписать. Ну это правда редкое везение, да. Так я вообще редкий человек в этом отношении. Да, 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 это редкое везение. Поаплодируем Алисе. Пусть она за свою следующую книжку получит не три копейки, а хотя бы те три тысячи, которые приятель Светланы Коноген, не глядя, вытаскивает из стола. Саш, а ваше дело, которым вы занимаетесь, потому что я даже не могу назвать это работой, и вообще это не имеет названия вам, А что принесло, кроме материального благополучия, выраженного в машинах и домах? Ну, принесло жену детей. Я создал музей позабытых вещей. Вы знаете, вам надо обязательно написать книжку, я уверена, она будет бестселлером. Мир, как одна большая городовка. Да, да. А сейчас самое интересное. Реклама на пятом канале. И мы вернемся к вам сразу после рекламного блока. Как рыбке объяснить, что такое вода? Пропивается своими дружками и обратно с триумфом возвращается на свою помойку. Для меня было важно просто верить в то, что завтра будет новый день. Это программа «Жизнь как жизнь». И мы продолжаем говорить о том, как стать богатым. Наша следующая героиня молода и прекрасна. И она уже заключает миллионные сделки и владеет огромной строительной компанией. И миллионы, и компанию она заработала исключительно своим трудом. Встречайте Лилию. Проходите. Здравствуйте. Спасибо. Лилия, а сколько вам лет? В этом году 33. Ну, расскажите, с чего все начиналось? 10 лет назад вы окончили институт, и что дальше? Сначала я окончила техникум в специальности программист, получила красный диплом. Работала в компании, писала программное обеспечение для товарно-денежного движения. Был 94-й год на дворе. Программистов не было, программ тоже. Товаров было много, денег достаточно. И я поняла, как работает компания за 4 месяца, достаточно большая. Потом осталась в отделе логистики, все, что касается транспортных и логистических операций. Потом я работала в совместном российско-американском предприятии. Соответственно, за 4 года я прошла путь от супервайзера до позиции предыдущей перед директором дивизиона. Что такое супервайзер? Высококвалифицированный специалист. А директор дивизиона это кто? Это человек, который отвечает за 4000 человек. То есть вы прошли путь от низового работника до директора департамента, правильно я понимаю? Да, да. А как это вам удалось? Ну, прежде всего, я, наверное, не знала, что это невозможно, поэтому я и сделала. Ой, это золотые слова. Я не знала, что это невозможно. Давайте поаплодируем человеку. Это просто, это прекрасно. Дорогие уважаемые телезрители, если вы не знаете, что это невозможно, это означает, что возможно все. Дерзайте. Лиль. На самом деле, наверное, достаточно большая и важная часть моего успеха – это та команда, которую мне удавалось создавать в том или другом месте. Команда состояла и до сих пор состоит из людей, которые энергичные, амбициозные в хорошем смысле, в хорошем смысле агрессивные. И ты волей-неволей каждый день будешь делать шаги, чтобы стать выше и лучше, а они стремятся за тобой. Лиля, вы цели себе какие ставили? Я просто живу. Сейчас мы спросим у господина психолога. Оказывается, все люди, которые зарабатывают хорошие деньги, не имеют никаких целей. Они все просто живут. И что нам с этим делать? Они просто живут. Совершенно врут, совершенно четко, либо себе, либо другим, либо и тем, и другим. Просто люди не понимают, что, не видят. Это как рыбке объяснить, что такое вода? Ее надо вытащить. Она сделает, попав в воду, начнет опять плавать. А как все одаренные люди, они занимаются какой-то формой творчества, это может быть и бизнес, и литература, и все что угодно. И рыбалка. Просто потому, что у них есть это самое шило. А в одном месте. И что-то, да, заставляет их постоянно делать над собой некое усилие. Но у меня вопрос вот к нашей героине. Скажите, а приходилось ли вот на этом пути, он не очень пока еще длинный, но зато какой успешный, приходилось ли вам переживать какие-то драмы или кризисы? И как это вы с этим справлялись? Безусловно, были тяжелые, очень тяжелые моменты. Я просто, для меня было важно просто верить в то, что завтра будет новый день. Ну а конкретно, вот приходилось ли вам переживать какие-то ситуации? Да, конечно. У меня были сопартнеры, мы владели одной торговой, одной строительной компанией. В итоге я продала торговую, выкопила строительную. Это был сложный период времени, на самом деле. А какими вы занимаетесь проектами? Ну, в двух словах. Приконструкция здания и сооружений. Вот на самом деле, я думаю, что наша героиня, в общем, конечно, несмотря на все свои успехи, все-таки еще в начале своего пути в этом бизнесе, но, с другой стороны, мне кажется, вот она будет идеальной иллюстрацией к следующей мысли. Мы все знаем много очень крупных, известных бизнесменов, которые рано или поздно терпели крах, кризис в бизнесе. Мы неоднократно наблюдали следующие ситуации. Вот они покрутились, покрутились, и потом раз, и опять вдруг, каким-то образом, они оказываются на вершине успеха и финансового и личностного. Но можем ли мы поверить в обратную ситуацию, что, допустим, какому-то бомжу Господь Бог или судьба, исключительно по пьяни, вручает друг некую увесистую сумму денег? И что он с ней делает? Как он ее использует? Немедленно, я думаю, пропивается своими дружками и обратно с триумфом возвращается на свою помойку. Более того, есть официальные данные, что 99% людей, выигравших в национальную лотерею в США по миллиону долларов, через год жили значительно хуже, чем до этого выигрыша. Почему? Совершенно верно, да. Потому что человек не готов получить эти деньги, он не готов ими распоряжаться, управлять, вкладывать. У человека должна быть установка на успех финансовый, личностный, социальный, какой угодно. Михаил, у вас есть установка на успех? Ну, я надеюсь, во всяком случае, да. А как вы смотрите на себя в зеркало и говорите, все будет хорошо? Или как? Что это за установка? Да нет, на самом деле это очевидно, что ты занимаешься каким-то делом, если оно тебе нравится и оно тебя отвлекает от всей повседневности, да, то ты уверен в собственных силах. А если у тебя не получается и ты продолжаешь им заниматься, значит, у тебя большие проблемы. Лиль, а вам, вы когда начинали бизнес, вы что-то боялись? Вот расскажите. Ну, мы все живые люди, да. Эмоции отсутствуют только в монастыре и в сумасшедшем доме, а все остальные люди с эмоциями. Директор одного из пригородных заводов на своем 50-летие, спустя три года, после того, как мы подписали с ним первую сделку, он рассказал мне о том, почему он выбрал именно нас. Я спросила, ты же прекрасно понимал, что мы, наверное, не соответствуем каким-то стандартам. А он сказал, зато мне кажется, я знаю, куда вы идете, и в конце концов я могу вас откорректировать. А те люди, которые приходят ко мне и знают, куда идти, я иногда не могу ими управлять. Поэтому мы в таком тандеме и сделали конструкцию завода почти 4000 метров. Света, вы что-то хотели сказать? Да, я хотела сказать, что тут, безусловно, есть сила, безусловно, есть определенный дар, такой интуитивный, касающийся этого рода бизнеса. Здесь есть действительно талант, рефлексии маловато. И это то счастливое качество, Таня, которое отличает этого достойного человека от нас с вами. Именно поэтому она не пишет книжки и не сидит в таких дурочках, как мы. В данном случае блестящий пример того, что не так давно установили английские ученые, что для успеха в бизнесе в первую очередь надо быть доброжелательным человеком, а во-вторых, быть открытым человеком к новому и к росту. Тогда другие будут вкладывать. Первый, наверное, подписавший с вами контракт, видел вашу открытость и готовность расти и развиваться. Деньги не могут быть целью. Деньги могут быть средством для достижения каких-то целей. С детства всем нам хорошо известно, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Пока вы еще не богаты, вы можете попробовать что-то изменить в своей жизни, потому что мы точно знаем, что изменить можно все, пока не идут финальные титры. И программа «Жизнь как жизнь» вас в этом полностью поддерживает. Спасибо вам большое. До свидания. Встретимся через неделю. Спасибо большое. Спасибо. Я понимаю его комплексы, я всегда борюсь с весом, всегда, день и ночь. Я жру, когда шашлычок, вот вчера, с картошечкой жареной, я жру и плачу. Отлично. А когда я его запивал без шестра...